Начинаем тогда работать. Начинаем тогда работать. Начинаем делать, как договорились. Вы планировали 130, сейчас переработали 106. То есть на вырост. Потому что у нас пока же подтверждения нет из Федерации. Но по ПСД надо делать. Прошу всех. Олег, внимательно послушайте. Это так называемый стадион Кировец. ...составляет 65 055 квадратных метров. В земельном участке находится собственность заявителя. Площадь земельного участка расположена в зоне П4 22 171 метр квадратный. Площадь земельного участка расположена в зоне Ж1 42 000 квадратных метров. По представленному проекту предлагается размещение трех 19-этажных жилых домов башенного типа, двух жилых домов, состоящих из 12 и 15-этажных секций, объединенных в строенном пристроенном одноэтажном общественной части офисного назначения, парковочные места 571, машинный мест при норме 525, в обвалованной автостоянке 250 машинный мест. 319 машинный мест размещено в пределах участка. На обвалованном парковке сверху размещаются открытые спортивные площадки общей площадью 7200 квадратных метров. Реконструкция спортивного комплекса. Спорткомплекс будет включать в себя дополнительно к вышеперечисленным реконструированным залам дополнительный зал борьбы, зал бокса, плавательный 25-метровый бассейн с трибунами, что позволит не только заниматься плаванием, но и проводить соревнования. Администрация города Тула по итогам проведения публичных обсуждений считает возможным строительство на данной территории. На сегодняшний день предложено новое проектное решение, по которому все показатели приведены к требованию тульских региональных нормативов. Разработана новая транспортная схема, которая в перспективе обеспечивает предполагаемое беспрепятственное движение транспорта как внутри этого микрорайона, так и полностью этого жилого района. И используется подземная парковка на огромную территорию, которая в большей части обеспечивает и жилой массив, и общественную часть данной застройки, и спортивное сооружение. Рассмотрев этот последний вариант, рабочая группа пришла к заключению, что именно этот вариант можно принять за основу при условии дальнейшей доработки в рабочей документации. Мамушкин Александр Анатольевич, руководитель ООО «Восход», который является заявителем по данным вопросам. Так, вы собственник этого помещения, да? Не помещения, извините, а земельного участка. Мы в том числе и спортивное сооружение, находящееся на ней. Понятно. В том числе и спортивного помещения. Понятно. Вы когда приобрели все это дело в собственность? Нами было в начале этого года приобретено в собственность два земельных участка и спортивное сооружение. Понятно. Скажите, пожалуйста, здесь вы планируете в какие сроки реализовать этот проект? Весь проект под ключ мы планируем реализовать в три года. С чего первый все-таки этап это что? Реконструкция существующего спортивного комплекса, да? Первый этап это начало строительства одного жилого дома и параллельно с окончанием учебного года, чтобы не прерывать тренировочный процесс в мае месяце, начало реконструкции, если концепция будет одобрена, это реконструкция спортивного комплекса, чтобы в течение полутора лет к первому сентябрю 2015 года это все завершило. Завершить реконструкцию спорткомплекса и пустить его эксплуатацию. Предыдущий стадион, он был площадью 6 тысяч квадратных метров, то есть стандартное футбольное поле 60 на 100 метров. В данной концепции немножко нестандартные размеры, но у нас появляются две универсальных площадки общей площадью 7200 квадратных метров, что даже больше, чем было в предыдущем. Универсальное покрытие, это, конечно, не травяное покрытие, а современное покрытие прорезиненное, позволит заниматься всеми видами спорта, от тенниса до футбола, баскетбола, пожалуйста. И зимой подразумевается заливка. Тогда, если нет возражения, поддержим решение рабочей группы, да? Да. Все договорились. Спасибо. Спасибо.